Всем привет! Сегодня будет очень полезное видео абсолютно для всех. Я вам покажу, как можно на телефонах, на смартфонах, на планшетах увеличить память в несколько раз за счет вашей флеш-карты. То есть телефон должен поддерживать хоть какую-то флеш-карту. То есть, по-простому говоря, мы сделаем так, чтобы наш телефон Android думал, что наша флеш-карта это внутренняя память телефона. Допустим, если у вас телефон на 32 гигабайта, вы можете поставить флешку или равнозначную на 32, или большую на 64, 128 и так далее. И она будет считаться как внутренняя память телефона. Сразу же возникает вопрос, что это нам дает? Мы же и так используем нашу флеш-карту как дополнительный объем памяти. Да, конечно, мы можем перетащить какие-то фотографии, какие-то видео и тому подобное, но вот приложение вы туда не перетащите. Есть, конечно, отдельные программы, которые находятся в Play Market, которые должны перемещать и приложения в том числе. Но я перепробовал около 10 этих программ и реально ни одна из них не работает. В общем, из плюсов такого способа это то, что вы перестанете заморачиваться с установкой абсолютно любых приложений, любых программ, ну и вообще любых файлов. Все, что вы будете качать в вашем Play Market, скачивать или даже не с Play Market, а с браузера, все сразу же будет устанавливаться на вашу флеш-карту без всяких заморочек, без всяких лишних действий. То есть просто как обычно вы устанавливаете на внутреннюю память телефона. Нажали установить, оно установилось и вы пользуетесь. Хотя при этом ваша внутренняя память не будет задействована, все будет устанавливаться на вашу флешку. Второй плюс это экономия заряда батареи. Я потом покажу в чем экономия. То есть ваши приложения перестанут потреблять много заряда батареи из-за того, что они будут работать только тогда, когда вы реально их запускаете и ними пользуетесь. Это огромнейший плюс. Где-то процентов 20-30 вы точно сэкономите. И третий плюс, конечно же, не занимается оперативная память. То есть все вот эти приложения, допустим вы установили 3000 приложений и они все, конечно же, находятся на флешке. И вы когда запускаете, только тогда задействуется оперативная память. То есть постоянно будет телефон работать быстро, без всяких заморочек. Не будет система нагружаться вот этими всеми приложениями, которые вы установили. В общем, плюсов реально очень много. В таком способе я нашел только один минус. Это то, что вы поставили флешкарту и, скажем так, нужно про нее забыть. В том смысле, что она уже будет считаться как внутренняя память телефона. Если ее доставать, то, понятно дело, вот эти все настройки приложения не сбиваются. После того, как вы вставляете обратно флешку, конечно же, это все возвращается. Но это совсем неудобно. И пока вот эта программа подгрузит все вот эти приложения. В общем, чтобы не было никаких сбоев, желательно ее просто не доставать. Ну и по желанию, понятно дело, можно все обратно вернуть, без всяких проблем. Итак, смотрите, для начала мы зайдем в нашу память. Вот проводник, нажимаем на такую папочку и вот здесь обратите внимание, у нас память телефона и CD-карта на 128 гигабайт. Она сейчас пустая, потому что я ее уже и так форматировал. Если вы тоже собираетесь делать по такому способу, как я сейчас буду показывать, то, конечно же, если есть данные какие-то на вашей CD-карте, обязательно их куда-то сохраните. Заходим на память и в самый низ листаем. Смотрите, здесь отображена наша CD-карта. В общем, зачем я это все показываю? Мы сюда просто еще вернемся, я вам кое-что покажу. Итак, нам нужно просто выйти и воспользоваться вот такой программкой. Запуск Activity или Activity Launcher называется. Она также доступна в Play Market. Кстати, сейчас покажу, потому что многие пишут комментарии, что ее нет в Play Market. Набираю при вас запуск, пишу. И вот она, запуск Activity. То есть она у меня скачанная. Я могу ее, в принципе, удалить при вас. Сейчас вот удаляю и заново устанавливаю. Если вы вдруг ее не находите, то я оставлю ссылку в описании. Можете скачать с моего Telegram-канала и заодно подписаться. Нажимаем открыть. Дальше ОК нажимаем. Идет загрузка всех ваших приложений. Программка ничего такого не делает, просто она дает более расширенный доступ к настройкам. И можно под себя легко настроить телефон. Дальше нам просто нужно воспользоваться нашим поиском. Вверху нажимаем. И вот здесь нужно написать слово Documents UI. Вот можете поставить на паузу и переписать. И нас интересует вот вторая строка. Android.Documents UI. Downloads Activity. Если у вас нету такой строки, вот вы поискали, ее нету, то просто пробуйте подряд нажимать. Допустим, если не заходит на одну строку, зайдет на какую-то вторую, третью и так далее. Потому что сюда зайти в это меню, которое я сейчас буду показывать, около 300 способов. Там можно и через файлы забраться сюда, и через загрузки. Это просто самый такой простой способ, чтобы долго не искать. Заходим вот на вторую строчку. Вы, главное, должны попасть в вот такое меню. Где у вас с правой стороны будут три точки, а с левой стороны будут три полоски. Ну, конкретно сейчас мы в загрузки попали. Если вы будете пробовать каким-то другим способом, то просто у вас здесь будет все по-другому. Но у вас так и останется здесь три точки и три полоски. Дальше нажимаем на три полоски. Вот здесь внизу у нас указана наша внутренняя память. Это Redmi Note. И наша флешка, она называется Android. Ну, это просто я так назвал, у вас будет там какая-то буква. Диск F, диск C, диск E, либо что-то подобное. Нажимаем на нашу флешку. Нажимаем на троеточие. Настройки хранилища. И нажимаем внутренняя память. Здесь нам предлагают отформатировать нашу CD-карту. Вот эта карточка называется Android и 126 гигабайт. Конечно же форматируем, дожидаемся. И после форматирования, смотрите, вам выбьет вот такое окошко. Вы можете перенести файлы, в том числе мультимедиа и некоторые приложения на устройство CD-карта. Это займет около 11 минут. Вам нужно будет только нажать перенести контент или же перенести контент позже. Мы будем делать немножко по другому способу. Я всегда нажимаю перенести контент позже. Вот нажали. И нажимаем. Готово. В данном случае высветилось вот такое окошко. На этом этапе можно уже считать, что наша флешка это внутренняя память телефона. В принципе, мы здесь все уже сделали. Все очень просто, если делать по инструкции. Теперь показываю. Заходим снова в наш проводник. Диспетчер файлов. Нажимаю на такую папочку вверху. И смотрите, обратите внимание. Наша флешка, она пропала. А пропала она по той причине, что она считается уже внутренней памятью Android. Потому не пугайтесь, если у вас такое произошло, то все так и должно быть. Вот я даже захожу на память. И внизу, помните, я показывал, была информация о флешкарте. Сейчас ее просто нет. Вот я пытаюсь полистать. Уже не листается. Потому что флешка уже считается как внутренняя память. На этом этапе вы все сделали правильно, все верно. Дальше смотрите, что порекомендую сделать. Вот эта программка запуск Activity. Я ее заново скачал при вас. Зажимаем пальцем на этой программке. Заходим о приложении. Дальше здесь есть другие разрешения. Заходим сюда. И вот здесь нужно обязательно поставить, чтобы был доступ создавать ярлыки на рабочем столе. Ну, в принципе, я здесь просто ставлю всегда разрешать. Вот таким образом, три галочки. И потом дальше смотрите, что мы делаем. Снова заходим в нашу программку. Нажимаем здесь на поиск. Пишем все приложения. Можно, в принципе, не полностью. Вот, все приложения нам нашлось. Нажимаем на троеточие. И создать ярлык. Создание ярлыка произошло. Возвращаемся. Ищем этот ярлык на рабочем столе. Вот он создался. В конце списка. Заходим. И вот все наши приложения. И, допустим, мы можем попробовать на каком-то приложении. Вот какая-то игра. Зашли на нее. Хранилище и кэш нажали. И появилась кнопочка «Изменить». Нажимаем «Изменить». И просто устанавливаем на CD-карту. И нажимаем «Переместить». Идет перемещение. И теперь, видите, за пять секунд она уже на вашей флешке. И будет работать, как и работала. Давайте ее заново найдем. Вот эта игра. Раскраски. Хранилище и кэш. Изменить. И вот она на CD-карте уже. Что касается Play Market, то вот в Google Play Market заходим. И давайте скачаем какую-то небольшую игру. Вот, допустим. Нажимаю «Установить». Идет установка. И сейчас мы перепроверим, куда же она установится на данный момент. И, в принципе, можно нажимать и играть. Давайте перепроверим, где эта игра находится. Заходим снова в «Все приложения». Ищем эту игру, которую только что скачали. Вот эта игра. Клондайк. Зашли на нее. Хранилище и кэш. Изменить. И обратите внимание, она сразу установилась на вашу CD-карту. Без всяких проблем. Просто вы нажали «Установить» и все сразу там оказалось. Что касается экономии заряда батареи. Заходим в «Ваши настройки». Ищем «Приложения». «Все приложения». И вот все ваши приложения. Обратите внимание, с правой стороны, видите, показано нули. То есть, это сколько оперативной памяти занимает на данный момент это приложение или системное приложение. И везде сейчас стоят нули. 0,0,0,0 байт. 0,0 килобайт. В общем, в таком режиме походите реально несколько дней. И вы заметите, что батарею будет держать в несколько раз дольше. Реально где-то 20-30% вы будете экономить. Даже если у вас будет очень много приложений. Я устанавливал где-то 500 приложений как минимум. И все они нормально работали, без всяких глюков. Что касается комментариев по поводу скорости флешки. То это самая обычная microSD флешка 10 класса скорости. В общем, смотрите. И причем самая такая дешевая. Сейчас я даже достану. Так вообще доставать нельзя. Но при вас вот достаю. И вот, смотрите. Достал эту флешку. Вот кружочком обведено 10 класс. В общем, это самая простая, самая недорогая флешка. Которая только может быть. Обратно ее ставлю. И видите. В принципе, даже вроде бы ничего и не сбилось. Но вообще так нежелательно делать. После такой настройки может быть какой-то сбой. Ну, на данный момент, как вы видите. Все нормально прошло. И все приложения, которые я перенес. Также остались рабочими. Касательно того, как вернуть все обратно. То есть, чтобы телефон опять видел вашу флешку. Как нормальную флешку. То есть, вернуть все как было. Самый простой способ. Это вот такой карт-ридер. Ну, любой карт-ридер, который поддерживает вот такие флешки. То есть, вы вставляете сюда флешку. В компьютер ее. И форматируете FAT32. Второй способ. Это тоже очень простой. Это иметь какой-то второй телефон, который поддерживает, соответственно, эту флеш-карту. Вставить в тот телефон, в другой. И там сразу напишет, что нужно форматировать эту флешку. Вы просто берете ее и форматируете. Третий способ. Это использование этого телефона. Вам нужно сделать сброс настроек. И вам тогда флешка напишет сообщение. Использовать это устройство или нет. Там нужно будет нажать. Просто забыть это устройство. И четвертый способ. Это полностью сделать сброс до заводских настроек. Понятное дело, что ваша флеш-карта должна стоять внутри. И вы делаете полный сброс. И тогда, опять же, у вас все обнуляется. На эту тему у меня есть еще несколько видео. Я оставлю ссылки в описании. Можете перейти посмотреть. Подписывайся на канал. Пишите комментарии. Ставьте лайки.